Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки» и сегодня с вами я, ведущая, Елена Бунакова. Книги про теерея Валерьяна Кричитова, настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в Подмосковном Акулове, хорошо знакомы православному читателю. Они неоднократно выходили и вызывают неизменный интерес. Как и прежде, не иссякают к батюшке поток скорбящего людо, идут за советом, вразумлением и утешением. Идут, чтобы услышать проповеди отца Валерьяна. Ведь они просты и доступны, полны интересных и поучительных историй из жизни и в то же время пронизаны глубочайшей святоотеческой мыслью. Сегодня на нашей книжной полке представлено три книги, в которых собраны проповеди и беседы про теерея Валерьяна. Они называются «О самом важном. От суеты земной к жизни истинной. И несть наша. Брань крови и плоти». Об этих книгах и пойдет речь далее в нашей программе. Автор этих книг про теерея Валерьян Кречетов, по словам святейшего патриарха Алексия II, начал служение Богу и людям в непростое время. Но Господь давал ему мудрость, мужество и силы с христианским терпением достойно следовать по нелегкому пути церковного свидетельства. Отец Валерьян родился в благочестивой семье. С детских лет любил благолепие храма и красоту православного богослужения. Успешно окончив Московский лесотехнический институт, он работал инженером на Северном Урале. Стал главой христолюбивой и многодетной семьи. Лишь после этого Господь привел его в московские духовные школы. И вот уже более 40 лет отец Валерьян с честью несет нелегкий крест жертвенного пастырского служения. Для духовенства и многих мирян он является примером ревности и стойкости духа. А его дела неустанно призывают людей к жизни по заповедям Христа Спасителя, к живой и деятельной вере, непоколебимой надежде и искренней любви. По словам издателей книги о самом важном, в своих проповедях батюшка говорит о настоящем глубинном православии, о том, как не быть формально верующим и о том, что Господь ждет от нас всего нашего сердца. Отец Валерьян часто повторяет слова одного из своих духовных наставников, священномученика Сергия. Надо перестраивать душу на евангельский строй. Он считает это самым главным и показывает нам пути к этому. Как считают издатели, когда читаешь или слушаешь отца Валерьяна, получаешь ответы на самые сложные вопросы, открываются духовные истины, которые помогают разобраться и в жизни, и в себе самом. Например, Господь создает человеку такие внешние обстоятельства, которые ему полезны, а для развития страстей не полезны, и поэтому все, что происходит с человеком, связано с его внутренним устроением. Как говорят, древо креста вырастает на почве сердца. Или как понять, есть ли у тебя покаянное чувство? Каковы признаки этого? Присутствие покаянного чувства — это, во-первых, смирение и терпение. Это когда люди больше замечают себя, а не других, и с этим все связано. И, во-вторых, это безропотное восприятие всего, что с тобой в жизни происходит. Батюшка — духовник с большим стажем, так что все наши грехи и проблемы знает наперечет, и даже заранее, с первых слов нашего скорбного рассказа. А когда удивляются его прозорливости, он отшучивается. Поисповедуй 30 лет, станешь прозорливым. Это опыт. Да и при том, мир — это театр одного суфлера. Он всем примерно одно и то же на ухо нашептывает. В книгу о самом важном издатели собрали проповеди, беседы и интервью про Таирея Валерьяна Кречетова, большей частью издававшиеся до этого в широко известных сборниках. Путь покаяния, свет будущей жизни, о страхе и других. В них Батюшка беседует с нами о смысле жизни и смерти, о грехе и покаянии, о страхе Божьем и страхах вражьих, о том, как обрести семейное счастье и, в общем, о самом важном. Как отмечает сам отец Валерьян, во всех обстоятельствах жизни только словом Божьим человек может утвердиться и постигнуть, как нужно себя вести. Господь говорит, Вот и века сего и обольщение богатства – это суета земная, которая заглушает слово Божие в душе человеческой. Человек забывает о нем и начинает вести себя по законам мира сего, жить в суете. Все, что в этой суете человека привлекает, отводит его от единого на потребу. Вообще, так называемый смысл земной жизни именно в этом и заключается – прилепить человека к земным интересам, к земным целям, хотя все они временны и непрочны. Человек постоянно убеждается в том, как все, к чему он здесь стремится, его обманывает и подводит. Деньги, земное благополучие – ненадежно, даже опасно. Семейный союз, к несчастью, тоже некрепок, и дружеские узы непрочны. Все, о чем человек мечтает, на что нацеливается, часто на полпути у него же на глазах рушится. И, несмотря ни на что, он к этой суете стремится. Но как перейти от суеты земной к жизни истиной? Об этом беседует с нами отец Валерьян со страницы книги с одноименным названием. Книга «От суеты земной к жизни истиной» представляет собой сборник духовных бесед отца Валерьяна на темы, волнующие многих в обычной жизни. Что лучше – ходить в церковь или делать добрые дела? Почему нужно соблюдать пост? Что делать, если тебя обижают? Как часто надо причащаться и собороваться? Чему учат болезни? Как за суетой земной не забыть о жизни истиной? Поднимаются также и другие вопросы, ответы на которые помогут человеку в минуты физической болезни или душевной безысходности. В следующий сборник под названием «Несть наша брань крови и плоти» вошли избранные проповеди про Таирея Валерьяна Кречетова, записанные в последние несколько лет, где особое внимание батюшка уделяет духовной борьбе. Как устоять в этой брани, которая непрестанно ведется в сердце человека? Об этом говорит священник со своими прихожанами, а также и с нами со страниц данного издания. В тексте сохранены особенности стиля устной речи батюшки. В предисловии книги «Несть наша брань крови и плоти» ее составители пишут «Христианство — это жизнь», любит повторять батюшка Валерьян слова своего отца про Таирея Михаила. И батюшкины проповеди живое тому свидетельство. Они — воздух, который необходим всем нам, особенно теперь, когда существует острая потребность в слышании слова Божия, потребность в святости. В них глубина нашей православной веры, живой святоотический опыт. В них сила, которая побуждает нас к труду над своей душой. Слава Богу, что мы имеем возможность молиться вместе с батюшкой, слушать его живое слово, да и просто быть рядом с ним. Любовь и благодарность часто не выразишь словами. Представлены же сегодня вашему вниманию книги попытка хотя бы в малой мере сделать это. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Новинки православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Ну а я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго. Новинки православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках.